На сегодняшний день статистика показывает нам, что более 9 миллионов человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, и эта болезнь пока что является лидером среди остальных. Сердечно-сосудистые заболевания подразделяются на ишемическую болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревмокардит, врожденный порог сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия легких, а закупоривание сосудов непосредственно влечет за собой инфаркт и инсульт. Именно неправильное питание, пренебрежение физической активностью, курение и злоупотребление алкоголем являются причинами этих заболеваний. Но так ли это бесповоротно? Действительно ли в случае заболевания это так опасно и без врача не обойтись? Именно на эти вопросы мы сегодня и ответим. Но перед этим просим вас подписаться на наш канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить полезные материалы в будущем. Итак, поехали! Обычно это заболевание провоцирует лишний вес, а если человек в себе собирает все провокаторы от вредной пищи до курения, то конструирует для себя на протяжении жизни сердечно-сосудистую бомбу замедленного действия. Научно доказано, что если отказаться от вредных привычек, отдать предпочтение прогулкам вместо езды на каком-либо транспорте и питаться полезными продуктами, то риск приобрести это заболевание уменьшится в разы. Как правило, инфаркт или инсульт – это тревожный звоночек, нет даже звонкий колокол, который сообщает нам о больших проблемах сердечно-сосудистой системой. Симптомы инфаркта сопровождаются болью или неприятными ощущениями в середине грудной клетки, болью или неприятными ощущениями в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине. К тому же можно почувствовать нехватку воздуха, тошноту или рвоту. Может начаться головокружение и привести к потере сознания. Для симптомов инфаркта характерен холодный пот и бледность. Инсульт же в свою очередь приводит за собой внезапную слабость в лице с одной стороны, а также может появиться слабость в руке или ноге. Также эти части тела с одной стороны могут и вовсе аниметь. Может появиться спутанность сознания, трудно будет говорить или понимать речь, в глазах может помутнеть. Для инсульта еще характерны головокружение и затруднения в движениях, что влечет за собой головные боли и потерю сознания, а также потерю памяти. Ревмокардит является повреждением сердечных клапанов и сердечной мышцы. Данное заболевание, как правило, приходит вслед за ангиной или тонзилитом и чаще встречается у детей. Симптомы ревмокардита представляют собой затруднение дыхания, постоянную усталость, нерегулярные сердцебиения, а также появляются боли в груди, и человек может потерять сознание. Ревматическая атака сопровождается повышенной температурой, болью, опуханием суставов, тошнотой, желудочными спазмами и рвотой. Заболеваниями сердечно-сосудистой системы однажды заинтересовался академик Александр Микулин. Александр – яркий пример того, что учиться чему-либо никогда не поздно. Микулин поступил в медицинский институт в 76 лет и успешно его окончил. И все для того, чтобы выпустить свою книгу, в которой описан чудотворный рецепт для укрепления сосудов и сердца. А начинал он с инженерных профессий. Работал на авиамоторном заводе. Преподавал в МВТУ и ВВИА. Руководил созданием первого советского двигателя жидкостного охлаждения. Разрабатывал маломощный мотор для танкетки Т-19. И это только малая часть от всех его достижений. За свою деятельность был награжден огромным количеством орденов и медалей. Вы сейчас, наверное, подумали, почему инженер решил окончить медицинский институт? Тем более в таком возрасте. А все дело в том, что в 1959 году Александру пришлось оставить свою деятельность из-за проблем со здоровьем. Микулин любил мотоциклы и знал сроки износа каждого из двигателей и, естественно, знал, как за ними ухаживать. Но про один двигатель он совсем забыл. Так как он работал всегда на износ, логично, что сердце не смогло бы долго прослужить без подзарядки. И когда сердце подало первый звоночек о том, что следует остановиться и смириться, Микулин принялся изучать новую литературу, отличную от машиностроения. Он много читал о физических упражнениях и их полезности, о факторах, влияющих на старение, о необходимости бега и правильного питания. Приятели скептически относились к его рвению найти какое-то новое лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и советовали ему просто следовать рекомендациям врача. Микулин следовал и параллельно все равно изучал, потому что иначе он не мог и не умел. Со временем он сформулировал гипотезу старения. Она говорила о том, что в нашем организме скапливается много продуктов обмена, так называемых шлаков, которые приводят к быстрому старению. А бороться с этими шлаками можно посредством постоянного движения, правильного питания и дыхания. А большинство людей ограничиваются лечением таблетками и совсем перестают вести активный образ жизни, списывая на свою старость и дряхлость. Увы, но так поступает даже молодежь, чувствуя, например, боли в спине из-за сидячего образа жизни и решают, что раз болит, значит, надо больше лежать и отдыхать. Получается, что эта не старость к нам подкрадывается незаметно, а мы ее сами подтягиваем все ближе и ближе своим бездействием. Важно понимать, что Микулин начал изучать особенности человеческого организма не для того, чтобы скрипеть на протяжении всей своей старости, а быть активным участником жизни до конца. Как правило, люди, имея хорошее здоровье, совсем его не берегут, хотя с новых гаджетов и машин пылинки сдувают. А ведь если пользоваться именно износ, в скором времени придется покупать что-то новое, но со здоровьем так не сработает, и это нужно запомнить навсегда. Микулин пробовал много разных способов укрепления здоровья – голодания, процедуры очищения организма, гимнастические упражнения и еще огромное количество вариантов. И после многочисленного изучения Микулин разработал свою систему избавления от молочной кислоты в мышцах ног и улучшения веножного кровообращения посредством виброгимнастики. Об этом способе Микулин написал книгу «Активное долголетие», ради которой он окончил институт, так как без медицинского образования книгу отказывались печатать. Этот способ помог академику Орбелли, перенесшему инфаркт, укрепить свое сердце, а самому Микулину удалось дожить до 90 лет. Он до самого конца был очень активным и продолжал работать. Также он признался, что в последние 30 лет он чувствовал себя моложе и здоровее, нежели когда он не занимался своим здоровьем. Виброгимнастика Микулина благотворно влияет на тромбофлиит и варикозное расширение вен, снимает напряжение в конечностях и избавляет от головных болей. Важно, что эти упражнения подходят даже тем, кому нельзя бегать. Думаем, что вам уже не терпится узнать, что же за чудотворная виброгимнастика? Ну что ж, скорее доставайте ручки и блокноты и записывайте. А лучше сразу начинайте применять на практике, если у вас нет противопоказаний, о которых мы расскажем чуть позже. Итак, необходимо встать на твердую ровную поверхность, приподняться на носки, отрывая пятки от пола на 1 см, затем резко опустить пятки на землю. 1 секунда должна равняться 1 подъему и еще 1 секунда 1 опусканию. Такой удар пяток об пол приводит к некому сотрясению всего организма. Именно это мы испытываем при беге и ходьбе. Не стоит поднимать пятки выше сантиметра, так как можно отбить пятки и утомить ступни. К тому же не стоит выполнять движения чаще 1 секунды, потому что необходимая порция крови не успеет накопиться в межклапанных пространствах вен и не позволит захлестнуть следующий этаж вен. Достаточно делать 30 сотрясений 3-5 раз в день, чтобы забыть о болезнях ног. Если вы будете выполнять рекомендуемые подходы сразу, то тогда делайте перерыв в 15-20 секунд между подходами. Удары пяток не должны быть слишком жесткими и отдаваться в голове. Просто представьте, что вы бежите и вам должно быть комфортно. И вся прелесть этого упражнения в том, что оно безопасно для нашего позвоночника и коленей. Виброгимнастику рекомендуют людям, ведущим сидячий образ жизни. Также напряженная умственная работа может приводить к болям в голове за счет прилива и отлива крови. Поэтому как только чувствуете головную боль, скорее вставайте и делайте виброгимнастику. А пример академика Амбар Цумяна показывает нам, что виброгимнастика работает. Амбар Цумян несколько раз болел тромбофлиитом с 1966 по 1969 год. Академик начал практиковать виброгимнастику на протяжении трех месяцев после выписки из больницы, и следы болезни исчезли и не появлялись два года. Именно активное встряхивание организма стимулирует более энергичное пульсирование крови в венах, устраняет скопление шлаков и тромбов. Противопоказания Несмотря на всю простоту и привлекательность данного упражнения, оно имеет ряд противопоказаний. Не стоит делать данное упражнение при истинокардии, тромбозе вен, так как может произойти отрыв тромба. Не рекомендуется выполнять упражнения при камнях в почках и желчном пузыре, так как они могут начать двигаться, провоцируя боли. При остеохондрозе в стадии обострения и остеопорозе не делайте упражнения, если у вас есть пяточные шпоры. Все ведь знают, что лишь комплексные маленькие регулярные действия приводят нас к хорошему результату. Поэтому не стоит зацикливаться только на этом упражнении. Укреплению суставов вы можете помогать с помощью питания, ведь главным врагом сердечно-сосудистой системы является холестерин. Употребляйте больше овощей и фруктов – бобовых, гречки, зелени, рыбы, молока и морепродуктов. Также вам помогут улучшить кровообращение оливковое масло, каенские перец и куркума. И помните, что фастфуд, алкоголь и сигареты точно не помогут вам в вопросе укрепления сосудов, потому нужно их употребление свести к минимуму или вовсе убрать из своей жизни. К тому же чистить сосуды можно отварами. Отвар из пустынника и сушеницы. Необходимо взять в равных долях траву пустырника, лобазника, сушеницы, шиповника. После добавить 4 столовые ложки сбора и залить литром кипятка. Настаивать 8 часов и употреблять 3-4 раза в день по 100 миллилитров в течение полутора или двух месяцев. Если хотите что-то попроще, тогда пейте зеленый чай, добавляя листья мяты или мелисы. И не забывайте, что такое очищение сосудов нужно сопровождать физической активностью и правильным питанием. Дорогие друзья, на этом все. Если видео было вам полезным и интересным, не забудьте поставить ему лайк, поделиться им с близкими и обязательно подписаться на Progress Way. Мы ежедневно работаем, чтобы вы получали полезную и актуальную информацию о полезных продуктах питания. До новых встреч на канале!